Если вы хотя бы раз смотрели сериал «Бедная Настя» или фильм под названием «Барышня-крестьянка», то не могли не заметить эту эффектную красавицу-блондинку. Елена Корикова полюбилась многим телезрителям не только за модельную внешность, но и за умение перевоплощаться в самых разнообразных персонажей. Как же складывалась жизнь у этой известной актрисы? Краткие биографические сведения. Будущая актриса и певица родилась в городе Тобольск. Отца девочка особо не видела, так как мать развелась с ним, когда Елена была совсем в юном возрасте. Из заплотного графика балерины, Татьяна не могла уделять достаточное количество времени на воспитание собственной дочери, поэтому малышкой занималась бабушка-преподаватель. После третьего класса, Корикова вместе с матерью переезжает жить в Ростов, где девочка и заканчивает школу. Как признается сама артистка, острое желание стать актрисой у нее появилось еще в школе. Чтобы как-то двигаться по направлению к мечте, девочка стала посещать местный театр, студию. Окончательно определиться с выбором будущей профессии помог случай, Лена узнала, что в драматический театр набираются артисты. Невзирая на отсутствие опыта, девушку приняли в труппу, где она сделала первые шаги в актерской карьере. Корикова стала востребованной актрисой, будучи студенткой первого курса в ГИКа. Первой запоминающейся кинопроектом для девушки стал фильм «Хаби. Асы». С той поры карьера Елены стремительно пошла вверх, девушка была востребована даже в роли телеведущей. Личная жизнь. У актрисы была очень бурная и насыщенная личная жизнь, но в официальном браке она побывала только один раз. Первую серьезную влюбленность Кориковой звали Дмитрий Рощин. За красивой парой с восторгом наблюдали многие. К сожалению, до брака дело не дошло, поговаривают, что причина расставания крылась в матери парня. Дмитрий даже не остановил тот факт, что Корикова родила мальчика. Следующим избранником актрисы, с которым дело дошло даже до венца, стал писатель Дмитрий Липскеров. Из «за постоянных скандалов» брак рухнул, не продержавшись и года. С третьим молодым человеком Елена была счастлива около 10 лет. За это время Чита успела эмигрировать в Штаты, затем вернуться обратно в Россию. Но и здесь все случилось не так гладко, Корикова несколько раз уходила от избранника, а в один момент решила все порвать окончательно. Спустя какое-то время, актриса снова отошла от неудач и потрясений в личной жизни и решила закрутить роман с Андреем Малаховым. В эту информацию долго не могли поверить даже близкие Кориковой. Но, невзирая на красивый роман, пара все-таки рассталась. На сегодняшний день, актрису все чаще и чаще видят в окружении Евгения Нещадимова, инструктора по горнолыжному спорту. Корикова выглядит очень счастливой, но сколько продлится этот роман, никто не знает. А как вы относитесь к Елене Кориковой? Пишите ответы в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!